Привет, ребят, с вами Бес, это у нас игрушка Stickman World War. Сегодня мы вместе с вами будем продолжать проходить кампанию, так что, ребят, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а мы, ребят, давайте-ка начнем. Итак, мы сегодня будем начинать проходить последний флажок красного флага. Вот, уничтожить вражескую базу, наше задание. Так, ну и давайте-ка, собственно, посмотрим, что тут нам надо сделать и чего нам тут надо начать. Давайте-ка сделаем мы по-быстренькому 8 рабочих. Хорошо, но на нас уже челики нападают. Это не совсем хорошо на самом-то деле. Ну ладно, пока что ничего поделать у нас не получится. А, смотрите, огнеметчик-то не мог никак, собственно, противостоять. Так, так, тихо-тихо-тихо-тихо, рабочий. Ой, бляха-муха, минус один рабочий. Это прям очень плохо было, ну ладно. Немножко он хотя бы подзаработал, но в итоге, получается, мы слились там. Ну ладно, ждем пока что. Сейчас вот этого танчика тоже мы уничтожим. И вроде как все пока что окей. Да, у нас сейчас более-менее защита есть. Если будет еще одна атака, то мы можем пойти на защиту. Так, еще один танчик готовится у нас. Ждем пока что. Опа. У врага тоже вроде как армия готовится потихонечку, потихонечку. Я очень сильно надеюсь, что мы сейчас сможем противостоять. Так, давайте-ка еще один вертик. Дальше у нас должны RPG-шники пойти. По сути дела, почти у нас все должно быть готово. Так, нам сейчас срочно RPG-шники нужны. Три-четыре штучки. Так, RPG-шники, давайте выходите, чуваки. Угу. Хорошо, есть у нас пару RPG-шников уже. Так. Давайте-ка еще один RPG-шник пусть будет. Вот. Дальше у нас пойдет еще один, ребята, робот. И два танчика. Если эти два танчика тоже будут, то мы, собственно, уже можем пойти в атаку, ребята, довольно-таки спокойно. Три бронетехники у врага нашего. У нас, в принципе, тоже три бронетехники. А четыре уже даже. Вот наш четвертый тоже готовится. Но у нас преимущество есть в воздухе. То есть две вертика у нас тут есть. Ну и у чувака есть довольно-таки большая армия. Огнеметчиков. Это, в принципе, для нас хорошо, потому что огнеметчики не такие уж и эффективные, да, я так понимаю. Ну ладно, ждем пока что. Челик не делает себе армию. Это хорошо. Все, погнали, ребят, в атаку. Посмотрим, как у нас получится. Так, RPG-шники, давайте-ка работаем, ребят. Все, красавчики RPG-шники наши. Так. Да, смотрите, ребят, просто слили вражеских юнитов. Хламчик. Офигеть. Ну ладно. Тут выходит пара юнитов для подкрепления, но это им ничего практически не дает. Все. Затащили, ребят, получается, по полной программе. Давайте-ка сделаем мы прокачку. Угу. Отлично. Ух, день независимости, ребят. Погнали. Посмотрим, что у нас получится уничтожить вражескую базу. Окей, без проблем. Начинаем по нашей тактике. Так, два раза ускоряем. Все, это дело. Ну, конечно, если бы можно было побольше ускорясь, то было бы еще круче. Но пока что есть то, что есть. Так, идем на защиту. Ага. И все. А, не-не-не-не-не-не. Ребят, идем. Снова-таки они на защиту, потому что бронетехника нападает все-таки на нас. Да и не только бронетехнику. Окей. Все, выходим. Надеюсь, что больше нападать пока что не будут, наши враги. И мы будем стараться держаться, но не чилики нападают. Так. Блин, какие-то непонятные штучки сейчас у нас тут происходят. Ну, ладно. Так, давайте-ка еще один танчик мы поставим. Два танчика есть. Это у нас третий танчик уже пошел. Сейчас мы накупим на вертика. Вертика. Можно мне дать, ребят, нашему противнику себе создавать армии? В принципе. Да? Или будем давать такую возможность? Не, ладно. Пока что второй вертик сейчас создадим. Следующие на учеди у нас пойдут RPG-шники. И, по идее, у нас все у нас получается под контролем сейчас. А, не решился все-таки протачить. Окей. В принципе, для нас хорошо. Пока что мы не полностью готовы. Наши RPG-шники ждут пока что. Окей. Так, сейчас будет у нас еще один робот готовиться. И два танчика. Прошлая армия, ребят, было посильнее. Вот. Ну, у врага имею в виду, конечно же. А сейчас, ну, обычные бронетехники, ну, они не такие уж и эффективные. Тем более, против наших танков. Не, давайте-ка будем создавать. Вот танчик, а не вертик. Ну, и последний танк, ребят, ставим на создание. Так, тут просто у врага есть, ребят, несколько RPG-шников. И вместо прошлых этих огнеметчиков есть челики с калашами. Вот. Ну, в принципе, все. Это основное преимущество. А у нас армия та же самая. Погнали в атаку, посмотрим, как быстро наши челики разберутся с врагом. Они разобрались буквально в считанные секунды. Ну, даже хп толком не успели потерять. Что, пойдем в защиту? Вот так вот. Изи просто. Ну, мы можем вот по очереди пойти в атаку. И, собственно, разносить все в хламчик. Да. Все, тогда давайте-ка, ребят, будем уничтожать вражескую базу. Посмотрим, что у нас из этого получится. Угу. И все. Вот так вот. Хи-хи-хи. Так, 25 очков мы получили. Еще смотрим, что мы можем апгрейдить. Мы можем апгрейдить, ребят, наших огнеметчиков только. Вот. И все у нас получается максимального левела. Понятно. Буквально две уровни нам остается, ребят. Это мы уже сделаем, скорее всего, в следующей серии. Так что, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы вдруг тут впервые. А также, ребят, включайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики по игре про стикманов. Так что буду с нетерпением ждать. Ну, а с вами был Без. Всем удачи, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok